Здравствуйте дорогие друзья! На телеканале Первый Тульский программа Особое мнение. Я Сергей Савицкий. 15-й инвестиционный форум, прошедший в Сочи, это, пожалуй, главное экономическое событие осени. У нас в гостях заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич! Добрый день, Сергей! Первый вопрос хотелось бы такой задать. Какое отличие вот этого сочинского форума от петербургского, который проходил летом? Ну, у них есть только одна схожая деталь, они оба юбилейные. Петербургский форум был 20-й, а сочинский 15-й. На самом деле, очень разные площадки. Если петербургский форум, он больше ориентирован на мировую повестку, и в части дискуссий, круглых столов, а также в большей степени на иностранных инвесторов, которые приезжают один раз в году в Россию, в Петербург, чтобы найти для себя новые проекты и возможности в России. То сочинский форум – это больше региональная площадка, и повестка обсуждений больше связана с нашими текущими делами, с повесткой правительства Российской Федерации, взаимоотношения правительства и регионов. Так и инвесторы в большей степени присутствуют российские. Хотя, опять же, много руководителей иностранных компаний приехало, но несоизмеримые объемы с питерским. Поэтому здесь основная разница. Петербургский форум, он больше ориентирован на международную повестку, а сочинский – больше на российскую. Большая внутренняя политика. Ясно, что этот форум, как я уже сказал, самое главное, наверное, экономическое событие. Этой осенью мы сняли большой сюжет, но сейчас небольшие фрагменты. Хотелось бы вам показать, чтобы и зритель напомнил, и чтобы мы вспомнили. Посмотрим. В столицу Олимпийских игр съехали с делегацией 24 стран мира, главы регионов, представители более 700 компаний. В главном медиа-центре Олимпийского парка свои стенды разместили 13 субъектов. Цель каждого – максимально выгодно презентовать проекты, чтобы привлечь инвестора. Тульский регион делает ставку на индустриальный парк «Узловая», рекреационный парк «Дансинг-Грин». Для каждого из проектов сделали свою модель. Отдельно – презентация проекта платной дороги, которая соединит трассы М2 и М4. И туристического маршрута «Тульские усадьбы». Как мотивировать инвестора вкладывать деньги в конкретную область? Этот вопрос обсуждают и на панельных дискуссиях. Эксперты настаивают, регионам давно пора выходить на международный рынок. Как пример – Тульская область. За последнее время в рейтинге экспертов она поднялась на два пункта. Тульская область была по размеру 22-й экспортер на конец 2015 года по российским меркам. Сейчас стал 20-й. Одним из основных направлений роста экспорта стала в том числе машино-техническая продукция, продукция промышленного комплекса, чем область известна, но в том числе тоже рост продовольствия. И вот это вот немножко такое изменение клише, что ли, тоже, мне кажется, очень важным направлением. И говорит о том, что как-то этот средний уровень компаний, которые раньше не были задействованы в процессе экспорта, в общем, начинают все больше и больше доминировать. Вячеслав Андреевич, большая площадка, Вы говорите, большое количество договоров разных, и главная задача – это как привлечь инвестора. Каким образом привлекать инвестора, какой должна быть областью, чтобы пришел инвестор? Я Вам скажу честно, раскрою небольшой секрет. Невозможно в рамках одного форума, в рамках одной встречи с инвестором презентовать себя так, чтобы инвестор точно пришел. Инвестор принимает решение о том, чтобы инвестировать, если это иностранные инвесторы в Россию, в конкретную область, если это внутренние инвесторы в конкретный регион, в течение минимума трех месяцев. Это очень длительная, кропотливая работа по подготовке документов, по подготовке и выбору площадки, земли. Но в рамках форума, что удается, это максимально сжатое, концентрированное презентовать себя, презентовать все эти наборы налоговых, неналоговых преференций, которые созданы для инвестора, презентовать территорию опережающего развития. У нас сейчас есть индустриальный парк и особая зона. Через какое-то время появятся новые территории. Это могут быть территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. Тот национальный проект, который был поддержан на Координационном совете под руководством председателя правительства Российской Федерации, которое было проведено в рамках Сочинского форума. Или другие территории. Вот мы это все презентуем очень сжато, в рамках Сочинского форума или Питерского форума, с тем, чтобы дать возможность инвестору быстрее принять такое решение, приехать в Тулу, приехать в Тульскую область и уже здесь на месте смотреть для себя инвестиционную площадку. Как себя продать? На самом деле здесь нет универсального рецепта. Самое главное для инвестора – это не красивая презентация, не хорошо подобранные слова или еще что-то. Самое главное для него – это ощущение комфортности, когда он начинает прорабатывать свой проект и приходит работать. Вот если инвестору некомфортно, если руководитель района конкретного начинает строить, ну не чинить препятствия, но, скажем так, не способствовать быстрой реализации проекта. Если многочисленные проверяющие службы вместо того, чтобы приходить раз в год, начинают приходить там каждую неделю и выходить с какими-то предложениями и так далее, и так далее. Вот если по совокупности ощущение комфортности инвестору комфортно, то он принимает решение, что да, я буду здесь реализовывать новый проект. И здесь на самом деле в большей степени работает так называемое сарафанное радио. Вот у нас работает очень много иностранных инвесторов. Это Unilever, это ICH, Hygian Products, масса. И во многом на то, чтобы с нами начинали переговоры новые инвесторы иностранные, работает репутация этих компаний. Репутация этих компаний, которые уже 20 лет успешно работают в Туле, и которые комфортно себя чувствуют. И мы постоянно работаем не только над новыми инвестиционными проектами, но и следим за тем, чтобы состояние инвестиционного климата для уже работающих предприятий было постоянно на самом высоком уровне. С тем, чтобы не возникло ситуации, в которой не будут рекомендовать работать в Туле. Это очень важно. Слава Андреевич, было представлено на стенде два проекта. Это Узловая, Дансинг Грин. Почему упор все-таки делается на эти зоны? Тоже одна особенность. Я бы хотел поделиться такой внутренней кухонной форумов, если можно. Вот стенд региона – это не выставка продажи. И вот два проекта, которые были представлены макетами, это не приоритетные проекты Тульской области. И они и все. На самом деле стенд – это в первую очередь возможность комфортно работать с делами, партнерами, с инвесторами во время проведения форума. Стенд предусматривает переговорную зону и открытую, и закрытую. Стенд предусматривает возможность презентации мультимедийного оборудования. А также стенд предусматривает возможность сопровождения всех переговоров с сотрудниками нашей корпорации развития, которая, кстати, недавно была обновлена, сотрудниками профильных министерств, ведомств. И вот эти два проекта, они важны для нас, но это не то, что мы приехали конкретно в Сочи продавать. Ни в коем случае. Они на стенде присутствуют только потому, что особая экономическая зона – это действительно территория, которая сейчас еще в поисках новых резидентов, новых инвесторов. Хотя первые соглашения уже были подписаны, потом отдельно про это поговорим. А Дэнсинген – это тот проект, который до сих пор ищет системного стратегического инвестора. И при этом эти проекты обладают большими красивыми макетами, которые можно представить. Но это капля в море. На самом деле мы представляем весь потенциал региона, все проекты. Это и концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве и в автомобильных дорогах. Это и проекты, которые будут реализованы по линии сельского хозяйства, и по линии культурного туризма, и прочих форм туризма. То есть, на самом деле, не стоит на этом акцентировать внимание. Это то, что имеет большой красивый презентационный материал. Но стенд области нужен не для того, чтобы продать эти конкретные проекты, а для того, чтобы иметь площадку, на которой удобно и комфортно работать с системными инвесторами. Александр Андреевич, хочу, чтобы вы посмотрели тоже второй сюжет. Большое количество договоров и соглашений было подписано, вот о некоторых сейчас тоже напомним. Губернатор отмечает, еще в прошлом году экспорт товаров из региона превысил импорт почти в 4 раза и составил 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Алексей Дюмин уточняет, в планах создать полноценный региональный центр поддержки экспорта. Уже у стенда Тульской области он подписывает новые соглашения с инвесторами. С ростовской кампанией о строительстве комплекса по производству грибов оно может разместиться на территории особой экономической зоны Узловая. Там же планируют запустить производство гибких насосно-компрессорных труб и саратовская фирма. На это она готова потратить 2,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано около 100 новых рабочих мест. Следом соглашение с Тульской областью подписывает крупнейший производитель парфюмерно-косметической продукции на территории России и стран СНГ. По нему он намеревается построить в Узловой свой завод. Мы понимаем, что это взаимовыгодные вещи, которые в первую очередь для нашей области налоги. В вторую очередь это дополнительные рабочие места. Сейчас мне трудно сказать, но по моим прогнозам это порядка около 1500-2000 рабочих мест, дополнительные, которые будут созданы, когда зайдут резиденты и когда зайдут предприятия. Вячеслав Андреевич, подписано большое количество соглашений и договоров. Можно ли выделить какой-то отдельный, который более благоприятный для нашей области, который более перспективный? Я бы не стал выделять одно конкретное, потому что все, что было подписано, это в разных сферах для нас очень важно. Во-первых, для нас значимым стало подписание инвестиционных соглашений с потенциальными резидентами особой экономической зоны. Вот здесь, кстати, сработала связка двух умов, Санкт-Петербургского и Сочинского. Если постановление правительства о создании особой экономической зоны вышло в апреле, через два месяца в Санкт-Петербурге мы успели проработать ее до той степени, чтобы презентовать потенциальным инвесторам, то уже через два месяца в Сочи мы подписали три больших инвестиционных соглашения с теми компаниями, которые готовы стать резидентами. Что важно, они еще не стали ими. Мы сейчас по особой экономической зоны еще утверждаем базовые документы, которые необходимы, чтобы они могли ими стать. Но это уже инвестиционные соглашения, компании уже готовы реализовывать эти проекты. Непосредственно присвоение им статуса резидентов будет происходить на федеральном уровне, именно на эконом-развитии России, где в присутствии губернатора, в присутствии руководителей компании и министра экономического развития Российской Федерации или его заместителей будут подписаны соглашения о том, что компании становятся резидентами. Причем три очень разных. У нас особая экономическая зона производственно-промышленного типа в первую очередь. И поэтому важно, что мы подписали соглашение о создании двух новых заводов. Первый завод по производству колтюбинговых труб, он в первой очереди будет достаточно небольшой, но при этом подразумевается создание второй очереди. На самом деле это очень важно, это в чистом виде импортозамещающие производства, то есть сейчас их закупают за рубежом. Да и вообще все проекты, кстати, импортозамещающие. Вот, к примеру, второй – это создание завода по производству аэрозольных баллончиков, причем не какой-то определенной компании, а в принципе это будет системный интегратор, и здесь будут разливаться аэрозоли, спреи, краски и прочие жидкости, которые требуют аэрозольного баллончика всех марок. То есть мы можем здесь при максимальной пиковой мощности разливать до 50% потребности Российской Федерации в аэрозольных баллончиках. Это очень значимо. Слава Ильич, ну вот все-таки для людей, для населения Тульской области вот эти приходящие инвестиции, что для народа в первую очередь? Для народа в первую очередь это рабочие места. Это в первую очередь рабочие места, причем при создании новых предприятий, новых производств зачастую это высокопроизводительные и, как следствие, высокооплачиваемые рабочие места. Потому что не секрет, да, не стоят на месте технологии и на заводе, на котором стоит оборудование прошлого века, на заводе, на котором стоит оборудование нового века, работают разные люди. Для нас очень важно, что в Тульской области создаются высокопроизводительные рабочие места, которые требуют соответствующих образовательных компетенций. И поэтому мы такое большое внимание уделяем нашим вузам, нашим колледжам, чтобы они могли по самым современным программам готовить молодых специалистов. Во вторую очередь, но не в последнюю, это налоговое поступление в бюджет, да, то есть не секрет, что бюджет Тульской области во многом состоит из налога на прибыль, компаний, которые работают. Для нас принципиально важно, что все новые инвесторы, которые заходят сюда, не важно, это гигантская мировая компания или российская компания или небольшая тульская, они все будут зарегистрированы и платить налоги в Тульской области. То есть это конкретное увеличение, возможность для нас увеличивать расходы на социальные проекты. И так далее, и так далее. То есть вот эти две вещи, рабочие места и налоговое поступление. Вячеслав Андреевич, прийдем сейчас на короткую, небольшую рекламу и скоро вернемся, не переключайтесь. В эфире программа «Массовое мнение». Напоминаю, у нас в гостях заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Вячеслав Андреевич, губернатор тоже в Сочи также отметил, что недостаточная информированность компании, как с этой проблемой бороться и решать ее. Ну, несколько вырвали из контекста. Алексей Игнатьевич говорил об этом на сессии по экспорту. И это была сессия, которую уставила Минпромторг России. Там присутствовал министр промышленности, руководитель институтов развития, первый заместитель министра экономического развития. И Алексей Игнатьевич пригласили на эту сессию поделиться региональным опытом. Коллеги обсуждали в целом те продукты и проекты, которые направлены на стимулирование экспорта и в малом, среднем бизнесе и в крупном. Алексей Игнатьевич попросили сформулировать позицию региона. А как это на практике воспринимается? И по ходу дискуссии Алексей Игнатьевич сформулировал вот этот тезис о том, что много инструментов создано, и на федеральном уровне есть корпорация соответствующая, есть работа по линиям Минэк, Минпромторга. Но наши предприятия, мы это в своей работе видим, зачастую не знают о том, что эти продукты есть. И для нас очень показательно было. В мае мы проводили выездную сессию Санкт-Петербургского форума, которая проходила здесь, в Буренском собрании. Приезжали и Фродков, руководители корпорации, и комиссаров. И вот когда мы пригласили весь наш бизнес, там было порядка 200-250 компаний, которые послушали руководителей этих корпораций развития и услышали от них, какие есть продукты, то к нам очередь выстраивалась. В региональную администрацию, в комитет по поддержке предпринимательства, в профильное министерство выстраивалась очередь из людей, которые впервые услышали о том, что есть такие проекты, и которые увидели то, что их бизнес потенциально может стать бизнесом, направленным на экспорт. А почему я до этого не слышал? Ну вот это и есть... Что это за система такая? Это и есть то, чем говорил губернатор. У нас очень много корпораций развития, очень много продуктов, но нет единого окна. Единого окна, в которое может прийти... Вот там у человека есть небольшое производство. Он производит, к примеру, те же трубы. Но он не может в силу ограниченности персонала своего бизнеса постоянно анализировать мировые рынки, постоянно анализировать тенденции по его продуктам по разным странам, сопоставлять это с динамикой таможенных поступлений, с тем, чтобы понимать, куда удобно выйти. Вот этого всего не проводится, и в том числе поэтому такая минимальная информирование, скажем так. И тезис губернатора был о том, что всем коллегам, которые присутствовали, необходимо помимо того, что создавать правильные продукты, еще и наложивать максимально полезные каналы информирования об этих продуктах, информирования малых и средних предприятий. Это базовые системные сайты в сети интернет. Ну не секрет, да, сейчас все живут в сети интернет, и это единственный канал максимально быстрой подачи информации, через письма это не пройдет просто. И так далее, и так далее. То есть здесь вот говорилось о том, что созданы хорошие продукты, но нужно, чтобы каждый субъект малого и среднего предприятия о них знал. И это, кстати, задача в том числе нас, региональной администрации. Да, вот мы сейчас не стоим на месте, у нас уже были созданы региональные интегрированные центры, которые занимались так или иначе информированием по экспортной тематике предприятий. Сейчас мы видим, что в Тульской области есть огромный потенциал, несмотря на то, что мы и так на 20-м месте в Российской Федерации. Вот после всех этих сессий мы увидели, что очень много предприятий не экспортируют, которые могли бы. И поэтому договорились с соответствующей корпорацией, подписали на питерском форуме соглашение СРЭЦ, и будем создавать региональный экспортный центр. Вот как раз хотел вам вопрос задать по этому поводу. Какие функции будет нести этот центр, и когда намечено строительство, каким он будет? В первую очередь это устранение тех дисбалансов, о которых я сейчас сказал. Это одно окно для предпринимателей, это и одно окно физическое. Можно прийти и сотрудникам будет проконсультироваться в любое время по любому вопросу, связанному с бизнесом, экспортно-ориентированным. И там будет единая сводка всей информации для малых и средних предприятий. То есть из всех окон, которые возможны на федеральном уровне, мы сделаем такую узкую игрушку, чтобы человек, у которого есть предприятие, по базовому набору критерий мог понять, какие формы поддержки он еще может получить. Будь то льготное аккредитование от корпораций малого и среднего бизнеса по ставке 6,5, когда у всех 12. Будь то дополнительное софинансирование своих проектов по линии фонда развития промышленности, которые предусматривают софинансирование до 50% разного рода проектов. И так далее, и так далее. То есть в первую очередь одно окно. Во вторую очередь это будет та структура, которая по приоритетам для нас направлениям, это и машиностроение, и химия, и станкостроение, металлургия, будет анализировать мировые рынки и предлагать предприятиям, то есть не чтобы от предприятий ждать инициативу, вот они пришли и тогда мы подумаем, а предлагать предприятиям самим выходить с инициативой по расширению товаропроводящей сети, в том числе на новые страны. То есть вот две эти базовые функции. Есть там много других, это и сопровождение сделок, и возможность участия в федеральных программах софинансирования сделок, страхование. Очень большой блок, кстати, не сказал по сертификации, то есть не секрет, да, что вот можно куда угодно захотеть продавать, но нужно соответствовать международным стандартам, и здесь как раз-таки региональный экспортный центр будет способствовать предприятиям в получении необходимых сертификатов. Именно в получении, в сопровождении полном, чтобы не возникала проблема трудности получить те сертификаты нашему предприятию, которое хочет торговать там с Австралией. Ну вот это, казалось бы, такая страна далекая, но тем не менее мы же уже экспортируем в страны Латинской Америки, в страны Африки, достаточно много экспортируем, почему не туда. Но там своя система сертификаций, и этот центр как раз поможет предприятиям, это его основная миссия и задача помогать и сопровождать такие проекты экспортоориентированные. Слав Андреевич, также в Сочи председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, да, он говорил, что результаты должны от нашей совместной работы быть через полтора года. Такое заявление, вот через полтора года наш результат, каким вы его видите? Ну опять же, немножко ворона из контекста, это было совещание по проектному управлению. Не секрет, что на федеральном уровне коллеги сейчас переходят на новый вид государственного управления, это приоритетные проекты, проектное управление, и было обозначено 10 приоритетных проектов, которые были запущены в рамках этого совещания, по которым результаты должны быть видны уже через полтора года. Для нас эта тема не новая. В Тульской области уже полтора года действует штаб по внедрению приоритетных проектов, который, кстати, стал одной из основ успеха Тульской области в инвестиционном рейтинге. То есть, вот был создан проектный офис, он решал конкретные задачи по сокращению дней подключения к электросистям и так далее, и так далее. Как проекты эти вещи были рассмотрены, и за счет этого удалось многое сделать. То есть, в Тульской области это не новость, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас активно будем участвовать в реализации федеральных проектов. Ведь все эти проекты, они понятны, к примеру, те же моногорода. Вот есть задача, у нас в стране более 300 моногородов. Они все в разном и экономическом, и социальном положении. Многие есть успешные. То есть, моногорода такие, как набережные Челны. А если по примеру Тульской области? У нас их четыре. У нас их четыре, ну, даже четыре с половиной. Это и Суворов, это и Олексин, и так далее, и так далее. То есть, это города, которые за счет того, что там есть монопредприятия, сейчас в рамках этих национальных проектов могут получить дополнительные меры поддержки. Вот по моногородам их сейчас две выделены. Первое – это создание на территории моногорода, территории опережающего социально-экономического развития. Вот что это такое? Это такая территория, весь город будет в ней облечен, в которой могут быть получены дополнительные льготные преференции по налогам для новых предприятий. То есть, к примеру, когда к нам будет приходить новое предприятие, мы будем отправлять не только в узловую и особую экономическую зону, но еще и в эти города, потому что там будут серьезно снижены ставки по налогам, по НДС, по налогу на прибыль. Ну, действительно серьезно. То есть, у государства сейчас стоит задача моногорода, которые на одно предприятие всегда были ориентированы. И во многом поэтому, когда происходили там соответствующие экономические катаклизмы, многие из них попали в такую депрессивную категорию, у государства стоит задача поменять эту ситуацию. И поэтому могут быть созданы территории опережающего социально-экономического развития. Слав Андреевич, к сожалению, очень быстро летит время, оно у нас уже истекло. Обязательно будем вас в гости к нам звать еще. И, наверное, уже идет подготовка к Петербургскому форуму. Вот будем уже говорить, наверное, об этом. Вы знаете, есть один момент. На Сочинском форуме объявили, что теперь он будет проводиться в феврале, а не в сентябре. И уже через 5 месяцев, в феврале 2017 года, мы будем представлять Тульскую область на новом Сочинском форуме. Поэтому до Питерского еще точно увидимся. Спасибо вам большое и всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Это была программа «Особое мнение». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова